1 минута давай бери побежали эх, блядь, ладно уэлку кладись, кладись, кладись давай-давай-давай-давай-давай ебан давай но не успели по уму так, непокорная бездна а, ну да, вот, не караказм да ну чё, здорово, ютюб, здорово, дзен с вами джон, он же я календарь переверну и снова 3 сентября 312 сегодня в этом ролике мы поговорим про рейд крах кроты как бы это странно не звучало в русской версии то есть на английской версии он называется круто сент но банджи решили в российской локализации его так вот назвать да, трах кроты чат блин, ну я теперь не думаю, что после того, что происходило в последних 48 часов кто-то скажет, что крак кроты это блин данж ну, может быть, когда-нибудь потом когда его на фарм поставят но, по крайней мере, в первые несколько дней это было мощно ну, типа если там тот же самый источник кошмаров мы его так вот закрыли ну, многие из нас там в первый день прям даже, несмотря на то, что он давался на 48 часов в первые там 5 часов, 6 часов, 8 часов кто-то в 3 часа, кто-то в 2 часа не знаю, не суть то кроту там многие вообще даже не могли не то, что в первый день закрыть на второй и на третий вот у меня сейчас тот клип, который вы видели мы сидели сколько? то есть я в первый день сидел где-то часов 20 на нем на обычной версии потом во второй день часов суммарно 19 получается и да, не думаю и да, пофиг, что 20 плюс 19 да, вот получается где-то 29 часов а контент смод длится всего 48 часов но это было мощно, потому что мы сколько половину этого времени просидели на кроте ну, это, конечно, учитывая то, что у меня примейт стака не было я там народ нашел в дискорде попытались закрыть дошли до кроты при первом прохождении где-то примерно за 10 часов, по-моему и потом оставшееся время мы сидели на ласте потом все разошлись потом на следующий день я попробовал спустя 5 часов сна с другой пачкой сходить в течение 7 часов мы там побалдели посидели кайфанули от жизни нет на последнем боссе ну и вот сейчас последний день где-то сколько? мы часов 11 сидели на ласте и продолжали кайфовать но кайфовали мы особенно потому что нам буквально не знаю раз 30 или 35 не хватало урона на последнем боссе то есть у меня там вылетало где-то под 5 лямов даже больше 5 лямов но каждый раз не хватало письки мелкой и это, блин, дико фрустрировало ну да ладно все-таки эмоции так или иначе настоящие получили потому что все происходило буквально в последнюю минуту до Ивана ну вот события вот этого вот момента со стрима и там было видно что хоть я и режим смайлика включил чате чтобы меня там особо отдельные товарищи не беспокоили но, блин нокаус страстей был просто запредельный и закончили мы где-то на одну минуту позже рейд в 20.01 поэтому плашку контеста нам не дали натравился на рейд репорте там у меня горит сейчас век 1 но квест на некраказм пушка выполнился так что можно будет на нее сделать обзор соответственно я думаю мы этим займемся уже завтра сейчас может быть максимум там с нее парочку раз постреляем потому что ну блин 24 часа практически не спал то есть да вам же рассказали то что если вот вы проходите рейд в day one ну в режиме контеста то у вас выполняется квест который вы там должны были сперва оболочку яму достать белую форму для автомата этого потом прокачать его этот автомат до фиолетовую форму до идолона союзника да и потом уже в конце концов выполнив целую кучу собирательских заданий да вот получить некробезну то есть в русской версии это некробезн называется некроказм ладно окей допустим да вот кроту менее 1000 команд закрыли day one пишу чате источник кошмаров закрыли 17300 команд ну я сомневаюсь да вот то что если первой части я помню мы проходили этот рейд у меня тогда получилось его вообще с иностранцами пройти да и то на второй или на третий день закрытия да то во второй часть хоть он тогда и считался простым да но там еще мало кто знал что такое ладаут и как вот в эту игру в принципе правильно играть и так далее но сейчас банджи превзошли себя то есть они действительно один из самых легких рейдов в истории Destiny превратили такой вот достаточно мощ достаточно мощная активность потому что они практически каждую стадию в рейде поменяли вообще по сути добавили новую механику то что нам надо по сути горячую картошку таскать ну какие-то называют то есть мы передавали дугу баф пока проходили там первую стадию вторую стадию третью стадию то есть это все через весь рейд тянулось и ну последнего босса они вообще изменили практически до неузнаваемости то есть если первую часть нам надо было кроту бить мечом после того как ему щит снесут при помощи пушек ракетниц там и так далее то во второй части наоборот мы ему мечами сносим который падает срыгутся щит а потом уже урон наносим при помощи пушек забавнец ну да ладно так вот в целом несмотря на то что целую кучу времени потратили меня очень часто вообще бомбило от того что происходит ну от потраченного времени да вот от того что у нас там не получалось на кропалях босса забрать целую кучу раз но в целом это скорее положительный экспириенс чем нет потому что ну вы видели в начале ролика да то что я немножко это преисполнился когда вот все таки даже несмотря на то что там у нас половина боевой группы подохла да нам удалось этого гада добить и выбили пушку которую я из-за рандома мог потом блин и не выбить хотя если у нас работает квест то может быть и не пришлось бы я пока что сейчас не до конца разобрался как там это все происходит ну да ладно просто я помню тот же самый крустальный чертог где дайван закрыть получилось и испытания но тот же самый мифоборис вексов тут у нас да тот же самый мифоборис вексов экзоты с этого рейда из первой части опять же мне выпало только спустя полтора месяца поэтому окей так ну да ладно так ну что ж такие были мои сумбурные впечатления про первый точнее про первый первое впечатление про рейд про кроты в обновленной версии во второй части потом еще в дальнейшем разберем более подробно пушки оттуда шмотки вот мне выпало непокорная бездна автомат с исцеляющим магазином кстати достаточно неплохой ролл исцеляющий магазин рикошетные патроны логика меча проклятый проклятый раб что-то у нас еще есть слой роты 180-й револьвер правда в первой части он вроде был 140-м ну да ладно что тут у нас еще а песни рьют пулемет 450-й ну и вообще там у нас по идее должна открыться карточка саватун и кроту смотри не перепутай там мне кстати что забавно падали только пушки да еще дробовик нам упал гроза клинков 5 пушек из 6 мне получается упал прохождение ни одной шмотки а нет из 7 даже вкусный счет 312 4 пушки всего пушек у нас 6 ни одной блин долбанной шмотки спасибо банджи кораблик там из первого выдаются за триумфы окей у нас тут еще по 3 а кстати тут кстати народ жалуется про то что снайпу blackhammer не добавили в рейд это такая вот получается дедушка blackspindle из первой части снайпы во второй слот и шепота червя точнее папа blackspindle экзотической снайперской винтовки из первой части и шепота червя экзотической снайперской винтовки в третий слот во второй части поясняю когда банджи еще в первой части обновляли рейд они даже тогда уже не добавили в лут пул ну blackhammer экзотический или обычный легендарный потому что он так и остался неактуальным по уровню силы так как у нас уже был blackspindle и во второй части они тоже такие решили ну а типа зачем вот у нас пушка есть отдельно зачем нам делать ее вариант легендарный как то так ну а по поводу всего остального так вот еще спрашивали про перки у пушек ну у меня про перки все перки этого сезона есть отдельный ролик ну да ладно логика меча добивающих попаданий с помощью оружия создает дополнительный урон силы и длительность бонусы повышаются при уничтожении сильных целей ну и проклятый раб после уничтожения цели атакы ближнего боя добивающих попаданий из этого оружия на некоторое время взрывает цели сейчас вот быстренько посмотрим на некробезму то есть с перком отчаяния проклинатель постоянно добивающих попаданий из этого оружия вызывает взрыв подобный взрыву стихийного раба достигающих попаданий таким образом перезаряжает магазин ну и здесь вот да выяснилось подтвердилось точнее то что пушка когда вы кого-то убиваете придется но это 900 и поскорственники 720 сейчас мы кого-нибудь найдем давай сук хэдшот 312 сделаем так чтобы ты взорвался вот это кстати неприятно то что блин автомат не убивает противника когда ты взрываешь убиваешь как голову точнее в тело в первой части там было не важно в какую часть тела противника убьешь он взорвался да и было блин прикольно а ну вот теперь качание работает пушка начинает стрелять быстрее 6 секунд то есть вместо 720 становится 900 взяли за нерфили некраказм спасибо ну понятное дело что в игре нету 900 архетипа им пришлось добавить 720 его как 720 и таким вот образом его нерф обаффнуть но блин окей так кстати да даже звук когда вы кого-то сейчас ну да в первой части же был звук когда вы какой-то кого-то убиваете и он еще и цель взрывается даже с таким же звуком когда ну вы допустим ее это банджи тоже сохранили не ну дизайну пушки мне нравится классный второй части и перезаряжается быстро хотя у меня по-моему перк стоит на заряжатель кинетического оружия давай без него да даже ведь него достаточно быстро прикольно блин так и хочется пробовать зайти потестить потом сейчас блин надо уже это передохнуть ах да забыл совсем мы же в рейд пошли мы не посмотрели что там нам зур привез сейчас давайте заценим ладно если вы вдруг новичок ну или тот кто пропустил какой-то промежуток времени в десне да тут стоит напомнить что поскольку крак кроты является рейдом с первой части находит он в легендах то он является бесплатным контентом хотя тайный глаз у нас тоже находится в легендах но он не является бесплатным контентом кстати миссия экзотическая но да ладно в общем если захотите сходить там приобщиться то рейд того стоит во второй части то есть они значительно переделывали большую часть механик и теперь ну сложно сказать да то что это подземелье какое-то то есть это действительно рейд с большой буквы теперь ну по крайней мере пока в контент моде проходили да то есть 4 такие вот полноценные стадии которые заставляют тебя попотеть ну конечно я понимаю что есть куча команд да которые постоянно ходят в рейды играют стаками тренируются слаженность там оттачивают для них это обычный рейд да но для многих кто вот как я так спонтанно каждый раз на диван собирается это это достаточно мощный рейд получился джон оценка рейда от 1 до 10 блин даже не знаю давай наверное будет 7 с половиной тире 8 может быть потом когда ознакомимся с рейдом получше уже в обычном режиме а не в доиване ну не в контент моде уже оценку поменяю но я я говорю я скорее рад чем нет потому что они сделали скротой типа есть моменты да когда думаешь может быть они там боссу последнему слишком много хп сделали но ладно в конце концов никто уже не исключает того что иван это активность ну точнее контент мод да вот ограничивается уровень силы да это испытание не для всех ну то есть вот у меня к примеру не получилось да вот на плашке у меня горит викван не контент мод не day one не челлендж мод а просто то что я его на первой неделе закрыл потому что все таки этот рейд показал да наглядно да то что если вы не проходите там рейды в дуо там в трио то что если у вас нету какой-то прям мощные классные сыгранные пальчики да то вам скорее всего будет сложновато такие вот активности первые 48 часов закрыть ну и после из источника кошмаров до который относительно просто народ закрыл я думаю то что это такое вот напоминание от банджо да то что все таки они не собираются вот прям совсем в сторону упрощения игры идти а то многие трайхарда забеспокоились так вот я думаю можно расслабиться но это я про них хотя там я уже слышал возгласы то что типа сделайте там какие-то экзот понерфить какие-то экзоты удалить там какие-то шмотки блин у нас половину новых расположений как бы сказать аспектов фрагментов пушек модов и так далее выключили под этот рейд специально то есть было аспект на титана который бафал ближние атаку ближнего боя и глефы и мечи так бы давал вам щита и гениал хп и банжи такие нет оно вам не надо и увеличивал урон еще вдобавок или там мод на варлока который вас точнее аспект на варлока который делал вас по сути не уязвим для внешнего урона тоже там нам время до ивана отключение не означает отсутствие как-то так вот по поводу того что наверное больше народу хотел возврата последнего рейда из d1 ну типа фиг знает вот кроту мы к примеру не смогли в первый день закрыть первые части но вратов до машин получилось то есть у нас по моему тогда то ли 10 то ли 12 часов ушло это был единственный рейд первой части который у меня там получилось в первый день закрыть и там не было контест мода там не было каких-то замудренных механик то есть это был такой достаточно прикольный щеловый рейд который мы там пробежали изучив каждую стадию там сыгравшись и так далее то есть это был действительно классный экспириенс но такого банджи больше в первые дни делать не будут потому что у них вот как бы сказать философия да устраивать первые там 48 часов ну не 24 часа 48 потому что они там и серваки могут глючит и банджи не любят работать по выходным поэтому если вдруг что-то произойдет чтобы не пришлось это экстренно фиксить чтобы люди на них из-за этого особо не жаловались ну да ладно в общем рейд скорее хороший чем нет теперь получился в принципе я доволен хоть я и много часов на нем потратил если вдруг одно могу сказать если вдруг есть где-то статик который ищет плюс один то можете писать залечу ладно что у нас касается зура кромешный мрак мы до него не добрались пятницу потому что в рейд пошли находится у нас в звилистой бухте на емзе ориентиром служат вот этот вот кораблик смотрим что он нам там притащил моя воля мне не подвластна притащил он нам естественно линзу прометея лучевую винтовку неплохая для управления инерцией режима была в свое время ну и вообще в принципе в пвп я помню на определенном этапе банджи там с ней что-то не так сделали и она плавила все подряд было забавно нет особенно когда зура это привез это чудовище перед испытанием девяти я думаю многие помнят там да проблемку за нее выдавалось за то что вы играли с этой пушкой установка орфей один из топовых эксотов на охотника для фарма экзотических катализаторов пушек легендарных крафтовых если вы не захотите тратить на это блеск или ядра после старта этого сезона то есть дает энергию западни добавляет стрелы в колчан мобиус то есть если вы какую-то кучку мобов ультанули начали по низ стрелять то у вас восстанавливается где-то половина ну не не половина тридцать 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 тире сорок процент вашей ульты достаточно прикольный экзот рекомендуется если у вас его не было тем более тусата неплохие 14 подвижности 14 стойкости и 14 силы дальше у нас идет сердце священного пламени который банджи бифнули создает больше 45 ускоряется восстановление солнечной способности есть суперспособность полностью заряжен это плюс ну и далее как бы сказать это плюс что плюс к тому что я еще не успел понять этот узор полезен или нет то что я не побежал в этом узоре проходить рейд как и многие другие то скорее нет чем да но для коллекции можно купить 23 гендарных хоскокси специалисты по бегам экзотические руки на варлока из расходов энергию электрической гранаты вы получаете душу молнии и усиление неплохие руки для того чтобы кошмарить противников пвп то есть вы помимо того чтобы пройти через раскол и получить душу молнии получите также и как бы сказать и усиление при помощи того что съедите гранату какую-нибудь к примеру ну грубо говоря заграв кнопку гранаты а не только через раскол 68 кстати total по статам почему-то на титаны и на варлока 68 total на охотника 64 я чуть не понял что за дискомбинация ну да ладно что же касается пушек легендарный револьвер у нас тут истинные предсказания достаточно неплохими перками кстати задержка взрыва 120 переполнение высокоточный бэбэпас ставим лайк а дальше у нас идет винтовка дзянь стабилизатор и изгой можно попробовать взять попаница пвп проводишь кипер 540 импульсная винтовка но если вы такие любите этот урок в принципе достаточно неплох то есть тут есть движущая цель и молодьба для геймпада так вообще не очень даже хорошо то есть движущая цель крупноколиверные патроны зауженный ствол купер с гофрированным абсолютно дальность о код зажигания гранатомет со слепляшками вот кстати очень многие люди специально ради него фармили вызов вечности ради этого грейника а вот тут его выдают практически на халяву ну чтобы старые пушки получить то есть он сюда на спайсер вроде шел и сейчас его вернули таким вот образом в дроп но жалко что стрельбы в скольжении нету тогда был бы вообще просто идеальный но не все коту маслинице что называется дальше у нас идет дробовик от 70 серафимов который не понимает зачем нужно с такими статами с такими перками ярость корсара линия плазминга с концентрацией диверсантом всем понятно для чего она но если у вас совсем никаких солнечных линия плазминга нету возьмите подзорная труба тоже самое блин только с электрической линией плазминговкой но ее также может сделать крафтовой при помощи гармонизаторов поэтому можете купить пять штук и скрафтить ее если вам вдруг надо так же также у нас продается шмотки аватар военным разом для трансмога если у вас их до этого не было кстати статы опять на шмотках мягко говоря не очень что происходит надеюсь я все еще буду здесь кто там с ума сходит ладно не спас 53 тотала 59 да и стата таки себе плащ гадрольный естественно мое уважение голова нет ноги нет да уж кукмун у нас продается глазом буря что ждем ролл с первым дольномер сейчас по нерфили поэтому он не особо оценен честно говоря но аксинологии мы берем вот еще на самом других персонажей по-быстренькому так на титана к сожалению ничего кроме гадрольной метки тоже недостойно внимания но разве что только ноги у которых статы 22 стоимости 18 дисциплины при этом там тотал 52 поэтому скорее нет чем да на варлока аналогично только гадрольная повязка ну а по поводу того какой у нас сегодня сектор опять же можно зайти в игру посмотреть он у нас находится в мире престоле саватун экзотический шлем оттуда падает извлечение напоминаю что если вы захотите какой-нибудь новый экзот вытащить которого у вас до этого не было то вам сюда в область торжения вексов также есть специальный сайт точнее не сайт а дискорд канал и телеграм канал которые отслеживают когда эти нападения вексов начинаются но сегодня у вас не получится скорее всего пофармить потому что область торжения вексов находится на одной локации с терминалом перегрузка перегрузка терминала а в таких случаях очень часто нападение вексов не происходит поэтому придется ждать когда это будет когда они будут в разных локациях увы так ну и по поводу того что ждет нас на следующей неделе первое железное знамя сезона вернется спустя два месяца получается потому что весь август у нас не было железки и по-моему даже большую часть июля и в середине сентября только вернется но не в середине а на второй неделе то есть у нас вернется железное знамя будет там по-моему крепость кажется да да они решили устроить это крепость потом контроль потом крепость ну где у нас кабалы с их грохочущими машинами сумышный налет алая крепость у нас будет в горнила у нас режим столкновения и командный ожог ну а плейлисты у нас рейд с клеповым камнем подземелье ямы ерести и операция щит серафимов в которой будет падать импульсная винтовка которая уже была крафтабельной она была в прошлом году у нас нулевая ревизия да в последнем сезоне королева ведьма так что я думаю многих она есть ну да ладно в общем ладно народ спасибо за просмотр пойду я отдыхать будем дальше изучать рейд крокроты пушки оттуда шмотки и так далее видосы соответственно будут на ютюбе ну и вообще в принципе следить за тем что у нас там происходит сезоном с игрой в принципе этот сезон уже гораздо на голову лучше чем предыдущие можно уже сказать пустого как рейд вышел хоть он является бесплатной частью этого контента но мы не разделяем там подземелье которое отдельно продается и сезон потому что они ну как бы идут в хронологический в рамках одного временного промежутка так что да окей скорее лайк чем нет о уника у некроказма иконка отдельно некробезда да скорее да чем нет этому рейду ну а мы пойдем отдыхать потом уже когда в обычной версии прохожу несколько раз будут там гайды и впечатления более подробные и так далее но пока что всем спасибо всем пока прохожу